Женщина кричала «помогите», невнятно все это, я подбежал, она вся окровавленная была. Для Александра Полякова это была обычная вечерняя прогулка с собакой. Но стоило ему выйти из подъезда, как он услышал женские крики. Александр кинулся на помощь. Оказалось, что в подъезде соседнего дома избили и ограбили женщину. Александр убедился, что ей уже ничего не угрожает, и побежал за преступником, который попытался скрыться. Шла я домой с работы вдоль подъездов. Возле подъездов никого не было, что-то сзади ширкало. Но я даже внимания на это не обращала. Открыла домофон, повернулась. Мужчина прошел вперед, смотря на окна. Я что-то подумала, что он может быть хочет в окно постучаться. Или зашла, и прям внезапный удар сзади был. Грабителю не пришлось долго бегать. У Александра Полякова хорошая физическая подготовка. Он занимается смешанными видами спорта. В итоге преступник спрятался за гаражи, где его и нашел Александр. Особого сопротивления не было. Злоумышленник оказался в шоке. Парень вызвал полицейских, которым и сдал грабителя. Сам Александр вполне прозаично относится к своему поступку. Я как-то отнесся к этому. Ну, надо помочь. Дальше я ни о чем не думал. Просто задержать надо было, и все. Задержанным оказался 32-летний житель Кеннельского района. Ранение, однократно судимый за наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый арестован. Преступнику теперь грозит до 7 лет тюрьмы. Ну, а Александр Поляков продолжает заниматься спортом, чтобы в будущем, возможно, помочь кому-то еще. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.